Жизнь крутится вокруг принятия решения, вы все принимаете решения Но иногда решения бывают важными, наверное, неважными Но то, что патологи делают сейчас, это прежде всего диагностика Онкологи встречаются с радиологами Но терапию определяют именно патологи Они опираются на результаты молекулярной диагностики Но эта диагностика опирается на изображение Я постараюсь показать молекулярное изображение И сегодня я хотел бы рассказать в этой презентации о том, как управление Изображениями и инструменты управления изображениями Могут помочь увеличить точность диагноза И ставить больше диагнозов за определенный промежуток времени Вы все менеджеры, потому что вы управляете Начиная с первого морфологического картинки до молекулярной стадии Вы все время управляете Вы управляете тем, что происходит Сбором препаратов В вашем мозге происходит работа Вот различные стадии работы патолога Вы видите здесь и морфологические анализы И ИГХ и ИЦХ И ФИШ-анализ Построение изображений Помогает вам Более точно Ставить диагноз, подтвержденный документами В условиях роста количества случаев онкологии Нам необходимо создание изображений И для иммуногистохимического анализа И иммуноцитохимического анализа Для всех видов анализа требуется построение изображений Нам нужна информация Как мы можем с ней работать Все изображения нуждаются в определенном программном обеспечении Они хранятся в базе данных Мы смотрим на них Например, есть некоторые проблемы Например, различные слайды Имеют различные разрезы И различную ориентацию И вы хотите, например, найти С помощью химических препаратов С помощью реактивов Обнаружить определенные области Затем приходит на смену ИГХ приходит ФИШ-анализ И сегодня анализ занимает самое большее время На это вы тратите несколько дней Между стадиями проходит 2-3-4 дня И надо все время помнить о том Что было в результатах предыдущего анализа Таким образом вы занимаетесь управлением изображением Но при визуализации Нужно сделать так, чтобы изображения всегда были у вас под рукой Чтобы вы их могли вызвать из памяти компьютера Для этих целей Могут быть предложены различные устройства Это так называемая кабина патолога Вы видите здесь монитор с высоким разрешением Который балансирует уровень света Освещенности на переднем и заднем плане На этом мониторе Вы можете работать 8-10 часов Без... И при этом у вас не будет гореть голова Вы видите также экранчик мобильного доступа Так что вы можете получить доступ к базе данных слайдов Прямо со своего мобильного устройства А здесь вы видите небольшой своего рода джойстик Который помогает вам переключаться между слайдами У патолога должен быть доступ к изображениям Которые... С одной стороны с случаями, которые он работает Над которыми он работает И для этого вы не должны вспоминать Вы должны иметь возможность Всегда кликнуть на кнопку на компьютере Или на своем мобильном устройстве И сразу посмотреть тот или иной интересующий вас случай В том числе и онлайн Я думаю вы знаете Клиницист часто спрашивает вас Ты смотрел моего пациента И вы начинаете вспоминать Те изображения, которые хранит ваш мозг Но если у вас будет программное обеспечение На вашем мобильном устройстве Которое позволит вам войти в базу данных ваших изображений То эта работа будет сильно облегчена В ваших отделениях Каждый день Проходит 300, 500, 1000 анализов И если вы будете использовать цифровые слайды То значительно упростится ваша работа Вы можете использовать И обычные сканеры с резолюцией С расширением в 40 раз Но появляются технические новшества Такие как новые камеры, новые компьютеры Новые программные обеспечения для сканеров Вы можете видеть Но все должно быть стандартизировано Однако слайды увеличиваются в размерах Это может быть и 50 мегабайт А может быть и 500 мегабайт Но это хорошо для диагностики Потому что это значит, что Это слайды высокого разрешения Но в прошлом создание подобных слайдов Занимало огромное количество времени Однако сейчас получение этой информации Занимает меньше времени Вы видите Что всегда продолжается небольшое движение слайда Постоянно в объектив попадает новая область И мы используем вспышку Для того, чтобы осветить всю интересующую вас область Но при этом движение препарата настолько маленький Что вы даже не можете заметить Вместе с тем Вспышка работает так быстро Что за секунду она делает 200-300 вспышек Которые вы даже не замечаете И мы можем получить точное изображение той области Которая освещена При покупке микроскопа 50 лет назад Вы получали микроскоп Который работал Хорошо работал И давал хорошие результаты Но сейчас Появились новые технологии Цифрового сканирования слайдов Электроники Визуализации И поэтому Мы принимаем Последние технологии В частности Технологию Панорамная вспышка Flash 3 Это было разработано Один год назад Это специальный Она включает себе специальный сенсор Таким образом Вы получаете Снимок области В три раза больше Чем вы могли бы получить Три года Всего год назад Эта камера Включается и в наши системы Мы используем Не только 9 мегапиксельную Камеру Вместо 4 мегапиксельной Но И Повышается Разрешение В несколько раз Но если вы не можете Перенести Изображение На сервер То оно вам не нужно И поэтому Используются Очень простые Кабели Так что Эта камера Переносит По проводам По сверхскоростным Проводам Изображение На компьютер В очень быстром Режиме И опять же Это Этот проводной Вход Стал Был разработан Всего год назад Так что Это самая последняя Разработка Нашей компании Мы используем Новый компьютер С расширенной Памятью Однако При этом Цена На этот компьютер Не изменилась Изменилась только Технология Которая позволяет Хранить Больше информации До 104 терабайт На жестком диске Вы видите Что Увеличивается Скорость Сканирования Если Каждый день Мы думаем Над тем Как Работать Более надежно Более быстро Именно поэтому Мы разработали Нашу Новую технологию Пришедшую На смену Flash 2 Когда Увеличение В 40 раз Давало 33 слайда В час А 80 80 раз 14 слайдов В час То сейчас Это увеличилось Цифра увеличилась Цифра увеличилась В два раза В то же время Когда уже слайды Были изготовлены То как мы можем Вам помочь Работать с ними И так Препарат Попадает В вашу Лабораторию Он Передается Врачу Он Следует По определенным Стадиям Анализ Разрез Оцифровка Оцифровка Первый диагноз Консультация Вторая Третья Диагностика И так далее И наконец Отчет Но Это традиционная Работа Врача То есть Вы работаете С препаратом В Несколько Комнатах Но Мы задумались Над тем Можно ли Разработать ПО Которое Бы позволило Вам Делать Эту работу Не отходя От своего Компьютера Вы делаете Маркирование Вы делаете Анализ Изображений Так Оцифровка Слайдов Но Можно ли Сделать так Чтобы Эти слайды Были Доступны При входе С любого Вашего устройства Для того Чтобы Вы Вы могли Упростить Свою работу А оказалось Что Компоненты И Дехистек Объединяет 60 60 Разработчиков ПО Это Очень Сложная Работа Мы Полтора года Уже работаем Над этим Вы видите Как Вы Это ПО Позволит Вам следить За подготовкой Препарата Это ПО Будет Вместо Вас Следить За каждым Этапом Подготовки И работ Над Препаратом Начиная С регистрации Это Первый Шаг Первого Шага Вы видите Определение Случа Определение Кода Имени Врача Затем Мы идем На следующую Стадию Вы Определяете Здесь Следующие Параметры У вас Есть Специальный Принтер Для Печати Штрих Кода Вот Так Это Выглядит Мы Можем Сканировать Штрих Коды Которые Сразу Будут Нас Отсылать К Определенному Случаю Но Тем не менее Мы приходим К Увеличению Вы видите Что Блоки Распечатываются И Вы Определяете Первый блок Второй блок Первый контейнер Второй контейнер И Это Тоже Об этом Тоже Делается Запись Все Делается Работается Вы Работаете С Препаратом И Все Записывается В базу Данных И Таким Образом Отслеживается Каждый Конкретный Случай Вот Сколько Разделов Вам Нужно Определяете Какие Типы И Вот Так Выглядит Список Различных Разделов Секций Сколько Секций Необходимо Отследить И Каким Образом Будут Отслеживаться Данные Штрих Коды В Каждом Разделе И Также Отмечены Места На Слайдах И Вот Эти Обозначения Штрих Кодов После Того Как Эта Работа Проведена И Вы Отследили Штрих Коды Выходят Слайды Вы Сканируете Это Это Соединяется С информацией В Базе Данных О Пациенте И Вы Получаете Доступ К Общей Базе Ваших Пациентов И Их Историй И Здесь Мы Немного Изменили Дизайн Процессов Потому Что На Рабочем Столе Вашей Лаборатории Процесс Немного Отличается Другие Возможности И Другие Варианты У Вас Есть Загрузка Разных Новых Случаев Вот Здесь Вы Видите Набор Слайдов По Вашим Прошлым Кейсам И Каким Образом Вы Проводите Оценку Также У вас Есть Внутренняя Коммуникация Со специалистами И это Напоминает Вам Наверное Outlook По Своему Дизайну Вот Здесь Поступает Входящая Информация По Различным Случаям Все Запросы Вот Помечаете То На чем Вы Работаете И Потом После Короткого Описания Вы Помечаете Например Вот это Важно Или Над Вот этим Я Сейчас Работаю И Вот эта Маркировка Помогает Вам Отсортировать Различные Случаи Документацию И Всю Информацию А также Все Изображения Которые Хранятся Здесь В базе Также Еще Важным Аспектом Является То Что Вот здесь Допустим Вы можете Разместить Запрос На какой-то Новый Краситель Новое Изображение И Вот здесь Мы видим Различные Кейсы С Пометками Например Принятые Случаи Новые Случаи Которые Были Мне Поручены И Так Далее Так Вы Работаете На Своем Рабочем Столе То есть У вас Должно Быть Своё Собственное Видение И свой Доступ К данной Цифровой Системе И Сейчас Мы Снова Возвращаемся К Маркировке К Различному Сортированию По разным Параметрам Потому что Вы Фильтруете Это Потому что Потом Вы помещаете Какие-то Из этих Случаев В Архив Когда Уже Поставлен Диагноз Для Разных Случаев Есть Различная Информация И Данные Какие-то Критически Важные Данные Различные Описания Гистологическая Цитология Молекулярный Анализ И так далее И важно Что Когда мы Переходим К Цифровым Аспектам Мы здесь Видим Различные Разнообразные Изображения Все это Объединяется В общий Пол И вы Всегда можете Выбрать Определенное Расположение И Посмотреть На него Подробнее Вот здесь Например Изображение Из микроскопа Под разными Углами Это Помогает Вам Реорганизовать Эти Слайды И Поставить Им Под тем Углом Под которым Вам Нужно И Можно Подготовить Например Такой Искусственный Виртуальный Поднос С разными Случаями С которого Вы можете Вынимать При необходимости И манипулировать С ними Так Как Хотите Например Различные Слайды На Различных Стадиях Можно Делать Все Эти Процессы Параллельно Выбираете Определенный Список Определенный Спектр И Делаете Отметки То есть Производите Маркировку На Различных Слайдах И все Сразу же Отмечается Автоматически На Данных Изображениях Вот таким Образом Это может Делаться И Количественный Анализ Проводите По ИГХ И Также Этот Анализ Может Проводиться Совершенно В автоматическом Режиме И Один Из Важных Аспектов Анализа Эпителия Определяется Строма И другие Компоненты И Очень Часто Это Как раз Та Работа Которая Проводится При Определении И Диагностике Рака Мы Определяем Расположение Различных Раковых Клеток На Изображение И С помощью Этой Технологии Искусственного Разума Вы можете Обозначить Различные Компоненты Ткани Различных Тканей И Вот Это Алгоритм Который Применяется Для Такой Работы С Высокой Точностью Работы С разными Компонентами Элементами И Позднее У вас Есть Анализ Единого Изображение То есть Вы понимаете Четко Где находится Строма Где находится Жировая Ткань И также Воспаление Рак Все Определяется И строится В Диаграмму Система Работает Достаточно Быстро С точки Зрения Определения Вы видите Процентное Соотношение Раковые Клетки 36% Строма 24% И Вот Так Проводится Исследование С помощью Этих Технологий И Количество Клеток Достигает Тысяч И Все Это Потом Включается В Отчет Таким Образом Это Включается И В Гематологический Анализ Объединяется И Вы Видите Флуоресцентный Анализ Флуоресцентные Изображения Также Анализ Фиш С помощью Необходимого Программного Обеспечения Все данные Процессы Отражаются На Снимках И Мы Можем Оценить Также Расцветку И В Цифровом Микроскопе Мы Можем Конкретно Обозначить Нашу Зону Интереса То поле Которое Мы Будем Анализировать И Это Также Потом Отражается В Отчете По Анализу И Ваша Информация Практически Безгранична И С точки Зрения Диагноза И С точки Зрения Различных Элементов Анализа То есть Вы Можете Вернуться К Предыдущим Слайдам К Предыдущим Образцам И Препаратам Можете Использовать Это При Анализе Нового Пациента Использовать Данные Старых Пациентов То есть Вы Можете На самом деле Во внутренней Коммуникации Задать Какие-то Вопросы По поводу Какого-то Образца Посоветоваться С Ассистентов Можете Запросить Консультацию В режиме Онлайн Или в режиме Оффлайн И Вы Можете Принять Консультацию Если кто-то Хочет Спросить Совета У вас То есть Таким образом Работает Данный Ресурс И Данные Каналы Связи Все эти Слайды Объединяются Разные Картинки Объединяются В Финальный Отчет И Вы Видите Последовательность Слайдов Все Это Отражено В Данном Программном Обеспечении То есть Когда Вы Ставите Диагноз Вы Объединяете Информацию По Всем Разным Процедурам И вся эта Информация Хранится В Системе Итак Цифровая Патология Я думаю Что это Очень важное Различие От Других Способов Цифровая Патология Это В основном Конечно Морфология Но Также Это Соотносится И с Химией С молекулярным Диагнозом Также С Диагнозом Замороженных Образков Образцов И Также С Созданием Матриц В Будапеште Мы уже Работаем Над этим 15 лет Мы Разрабатывали Данное Программное Обеспечение Работу Над Слайдами У вас Может быть Тысяча Слайдов В Сканере И Официально Мы работаем С 2004 Года Вот Так Мой Последний Слайд То Как Будет Выглядеть Цифровая Патология В будущем Если Вы Посмотрите На Данный Слайд На Маркировку Если Вы Вносите Это В Сканер Почему Мы Делаем Это Именно Таким Образом Почему Мы Это Делаем Не Так Как В Клинической Химии То Вы Берете Плазму Помещаете Ее В Устройство Для Анализа И Тогда Это Происходит Достаточно Легко Автоматически Осуществляется Исследование Но Я Хочу Вам Сказать О Следующем То Размер Точнее Говоря Качество Изображения Было Недостаточным И Недостаточно Конкуренто Способным То По сути Ваши Красители Которые Вы Использовали Они Недостаточно Хороши Для Данных Слайдов И Сейчас Вот Эти Трехмерные Изображения Которые Мы Предлагаем Как раз Предлагают Вам Более Высокоэффективные И более Четкие Изображения И большие Возможности Для Анализа Изображения И Например Клиническая Химия Может быть Вы Работаете В Лаборатории В Лаборатории С 150 Двумя Стами Слайдами Здесь У вас Совершенно Другая Система Которая Выдаёт Вам Слайды После Работы Со Слайдами Со Сканерами И Это Отличается То С одной Стороны Это Берёт На себя Какие-то Позитивные Стороны Клинической Химии Но Мы Последние 5-6 Лет Мы Наши Инженеры Работали Над Разработкой Данного Оборудования И Это Такая Система С помощью Робота И Это Достаточно Умная Система Которая Работает С Образцом С Препаратом С помощью Химических Красителей И У Есть Ваш Препарат Допустим 20% Поверхности Слайда Это Могут Быть Совершенно Разные Системы И Некоторые Системы Работают Практически За 100% Поверхностью Но Если Вы Делаете Это Вручную То Ассистент Знает Как Вы Работаете Здесь такая применяется умная система красителя, и она работает, вырабатывает специальный механизм еще до процесса внесения красителя, именно на той поверхности, на которой нужно, на той стадии инкубации, которая необходима. И это все вносится в вашу базу данных, весь трекинг там отображается практически сразу же. Мы работали с разными регионами, с разными разделами, это такая открытая система, вы можете видеть вот здесь вот секция для реагентов, различные другие отделы. Возвращаемся. Да, это очень сложная система, около четырех разных камер внутри, различные двигатели, восемь разных датчиков, давление, температура, позиционирование, и также и раздел по окрашиванию. Итак, цифровая патология работает с различными цифровыми слайдами, которые можно использовать для разных целей, но важно то, чтобы у вас была интегрированная система, важна скорость появления и выработки данных слайдов. Большое спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok